МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир телеканала Рика ТВ продолжает программа «Город сегодня». Здравствуйте. Еще Руссо подмечал, кто из вас не сожалеет об этом возрасте, когда на губах вечно смех, а на душе всегда мир. Действительно, кто из нас не хотел вернуться в детство? 1 июня отмечается Международный день защиты детей. Его утвердили еще в ноябре 1949 года в Париже решением Конгресса Международной Демократической Федерации Женщин. С того момента во многих странах первый день лета посвящается детям. Согласно данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики Казахстана за 2015 год в нашей стране родилось более 397 тысяч детей. Если говорить об октябре, только за последние два года показатель рождаемости вырос на 5%. Количество детей с каждым годом растет, а значит, громче должен звучать детский смех. В эти дни его можно слышать на многих площадках города. Празднование продолжится и 2 июня. Сегодня в нашей студии директор областного дома дружбы Роза Беркешева, которая расскажет о детском фестивале «Радуга дружбы». Здравствуйте, Роза Ирсейновна, с праздником вас. С праздником, здравствуйте. Вы хотели бы вернуться в детство? Конечно. Детство окружает меня каждый день. Ну, во-первых, я мама троих детей. Это и школьное детство, и детство периода садика. Ну, и, конечно, на работе у нас достаточно много детей в однокультурных объединениях. Каждый день мы работаем с детками, и они являются участниками многих наших мероприятий. Расскажите о фестивале, который вы готовите. Я хочу сказать, что в арсенале мероприятий «Дома дружбы» очень много мероприятий, которые рассчитаны на публику более взрослую, на студенческую молодежь. И в прошлом году у нас возникла мысль сделать праздник для детей, непосредственно участниками которого смогут стать дети этнокультурных объединений. Расскажите, кто вас поддержал на этом празднике? Я хочу сказать, что в этом году на этом празднике у нас много партнеров, и, пользуясь случаем, высказать благодарность. Это творческая студия «Позитив», это дизайн-студия «Сладкоежка», это стоматологический центр «Евродент». Конечно, личная благодарность Михаилу Малтинскому. И, конечно, хочется сказать большое спасибо руководству парка аттракционов «Капитан Брик». Вот в «Доме дружбе» очень большое внимание уделяется детскому творчеству, воспитанию, потому что в любом этнокультурном объединении масса детей. Скажите, чем они занимаются там? Да, вы действительно правы. Наш творческий диапазон – это от 5 до 85 люди приходят к нам в Дом дружбы. И практически при каждом этнокультурном объединении есть своеобразный кружок. Вот, например, у украинцев это прикладной кружок и лошкари – образцовый ансамбль «Барвина», который уже известен в городе. В татарском центре – это вновь образованный детский ансамбль «Сайлян», который недавно защитил звание образцового. Вот, и практически в каждом центре есть такой кружок, где дети могут заниматься не только творчеством петь и танцевать, но еще изучать прикладное искусство – шить и вязать. Роза Арсеновна, а вот эти самые кружки, они платные или бесплатные? И могут ли их посещать всежелающие? Да, эти кружки у нас бесплатные. Всежелающие могут обратиться к нам в Дом дружбы или непосредственно в центр. Пожалуйста, милости просим. Как работают детские студии в Доме дружбы? Зависит ли это от летних каникул? Хочу сказать, что график нашей работы настолько насыщенный в течение календарного учебного года, поэтому мы даем выходной детям. То есть в летний период они отдыхают. То есть июнь, июль, август дети отдыхают? Да. Где-то с 15-20 августа мы начинаем набор в эти кружки. Пожалуйста, можем встретить всех желающих детей, видеть их в Доме дружбы. Давайте еще раз напомним всем нашим телезрителям, людям, кто смотрит нас через интернет, когда состоится фестиваль «Радуга дружбы» и где пройдет данное мероприятие. 2 июня в 11 часов в здании Дома дружбы состоится второй областной фестиваль детского творчества «Радуга дружбы», куда мы приглашаем всех желающих детей и их родителей. Что будет на этом фестивале? На этом фестивале программа состоит в основном из коллективов этнокультурных объединений. Это творческие наши участники, вокалисты, танцоры. Но, конечно, не обходится наш праздник и без гостей. Это «Янлек», «Искорки», «Мегастарс». Это те коллективы, с которыми очень давно дружим, сотрудничаем, и они всегда являются участниками любого нашего мероприятия. Это будет в формате конкурса, будут выбираться победители или как? Это фестиваль. То есть все участники получат памятные дипломы, вкусные подарки, купоны на посещение аттракционов, сертификаты на посещение врача. В общем, я надеюсь, что наши дети подарками будут довольны. Надеемся, что праздник пройдет на высоте. Всего вам хорошего, побольше творческих идей и творческого вдохновения. Спасибо большое. Напомним, что 2 июня в 11.00 в Доме Дружбы пройдет областной фестиваль детского творчества «Радуга Дружбы». Вход свободный, а это значит, что берем детей и наслаждаемся творчеством. Не забывайте писать нам на сайт rikotv.kz, а также в социальные сети. Нашу программу вы всегда сможете увидеть также в интернете. Делитесь информацией, делитесь своими проблемами. А мы постараемся разъяснить всю ситуацию. На сегодня все. Встретимся на Первом городском телеканале.